Прогуливаясь по городским улочкам, мужчина заметил в одном из частных дворов тощую, лысую и облитую синей краской собаку. Зная о сложной судьбе бездомных животных, он решил не проходить мимо, а особенно убедившись, что такое состояние животного – результат жестокости его владельца. Состояние этой собаки казалось еще более плачевным по сравнению с другими, которых он когда-либо видел. Не теряя времени, он попытался договориться с хозяином. Владелец сначала решительно отказывался, но после угрозы обратиться в полицию и возможного наказания за жестокость к животным, согласился отдать собаку. Так, с цепью на шее, пес по имени Донг Цезинь попал к своему спасителю. Для собаки этот день стал настоящим переворотом в жизни. Кто знает, чем бы закончилась его жизнь на цепи. Похоже, что было близко к худшему исходу. Мужчина отвез Донг Цезинь в приют Free Korean Dogs. Там же на пороге приюта находилась и другая вброшенная собака по имени Эйджи, которая с тоской смотрела на мир. Эйк Парк, руководитель приюта, был поражен ужасным состоянием Донг Цезиня, такого он не видел никогда. Для собаки начался новый этап диагностика, лечения и адаптация. Через полгода перед работниками приюта стоял уже другой пес мощный, величественный и породистый. Это оказался самоед. Интересно, что самоедов не рекомендуется держать на цепи, иначе они могут умереть от грусти. Они нуждаются в свободе, просторе и, главное, в присутствии любящего хозяина. С Донг Цезиньем, увы, ничего из этого не соблюдалось. Теперь в приюте для активного и радостного Донг Цезиньи искали новый дом. Выбор остановился на писательнице из Ванкувера, у которой уже был пушистый друг Лаки. Донг Цезинь отправился в новый дом на самолете. Несмотря на все трудности прошлой жизни, перелет прошел для него легко. Теперь счастливый пес регулярно отправляет свои фотографии работникам приюта, демонстрируя новую жизнь рядом с Лаки и заботливой хозяйкой.